Добрый день. Всех приветствуем. Я Андрей Медлев. И мы продолжаем в студии Укрлайф совместный проект с общественным радио Донбасса Сергеем Гармаш. И Укрлайфом я Андрей Медлев, подчеркиваю. А гости свой представить сегодня Сергей. И мне приятно тоже вы приветствовать здесь. Нашим гостем сегодня будет Римма Фель. Она координатор фонда Рината Ахметова «Поможем». Гуманитарного штаба, да. Спасибо. Ну, в принципе, я не знаю, нужно ли тебя еще как-то представлять, как журналиста, как редактор донецких новостей, газеты. Я думаю, что нужно перейти уже, тем более, что мы тут до эфира уже завелись немножко. Важно представить, как житель Донбасса, которая выехала с Донбасса, находится сейчас в каких-то там расстрельных списках, да, Римма? И туда вернуться вы не можете, так же, как у Сергея. Потому что мы-то тут как киевские люди. Ты тоже в расстрельных списках находишься? Говорят, да. Но, по крайней мере, два года там не было. Ну, хорошо. В связи с этим вопрос. Вот ты в расстрельных списках, да, ваши люди подвергаются опасности там. Ахметову запретили въезд туда. Тем не менее, вы продолжаете поставлять туда гуманитарную помощь? Или уже не продолжаете? Конечно же, продолжаем. Продолжаем и будем продолжать на неконтролируемую украинской властью территорию, потому что мы эту помощь оказываем тем людям, которые остались там волею судьбы. Да, вот может быть, это громкая фраза, но на самом деле там очень много стариков, детей, инвалидов, вот тех, которых в мирное время называли малообеспеченными. В основном люди, которые не смогли выехать, не сумели, у них не было такой возможности или просто не захотели, потому что старикам очень тяжело менять место жительства своего уже на склоне своих лет. И гуманитарный штаб Рината Ахметова вот уже 6 августа будет 2 года, как работает на территории неконтролируемой и на украинской территории для переселенцев. Мы доставляем туда помощь и будем доставлять, потому что мы работаем для людей, мы работаем для мирных жителей. А ты вот специально так подчеркиваешь, не оккупированная, а неконтролируемая украинная территория. А кто ее тогда контролирует? Ее контролируют вооруженные, наверное, войска. Ну, чьи войска? Я не могу ответить на этот вопрос. На этот вопрос не отвечает наше государство. Поэтому как может благотворительный фонд, гуманитарный штаб, который оказывает там помощь, вмешиваться или определять какие-то дефиниции? Давайте мы будем все-таки теми дефинициями оперировать, которые приняты в нашем обществе на государственном уровне. На государственном уровне неконтролируемая территория. Мы исходим, Сереж, из чего? Самое главное, что у людей, которые находятся сейчас вот на этой неконтролируемой территории, у них у каждого человека есть паспорт гражданина Украины. Их никто не лишал гражданства Украины. И мамочки, которые рожают сейчас детей, выезжают на контролируемую территорию, чтобы сделать этому ребенку свидетельство о рождении украинское. И у стариков, у инвалидов там тоже паспорта Украины. Мы не можем бросить таких людей, потому что они граждане нашей страны. Время очень важно еще, что люди, которые умерли на той территории, не знаю, как по этому ее договоритесь называть, но тоже следствие смерти не признается документом на территорию Украины. И люди выезжают. Вот именно со смерти, вот непонятно, как человек умер там, что делать? Вести его просто через... Ну, разные ситуации есть, разные истории рассказывают, но, по сути, родственники выезжают на украинскую территорию, через суд получают свидетельство о смерти и умирают. Ну, это сейчас такая процедура определена. Нет, это довольно быстро, но и свидетельство о рождении получается через суд. Это, ну, такой механизм определен. И свидетельство о смерти тоже так выдаются. А документы об образовании там среднем, высшем, может быть, специальном каком-то? Не, не, не могу знать, но свекровь моя умерла в Донецке, у нее, вот, вот пример, да, год назад. У нее была очень сильная онкология, естественно, с двумя онкологическими заболеваниями человека вывести куда-то невозможно. Да, у нас свидетельство о смерти украинского образца. То есть вы получили все-таки здесь? Конечно. По образованию могу ответить. Там выдаются аттестаты, эти выпускники школ приезжают сюда, на эти аттестаты никто не обращает внимания, они просто сдают здесь экзамены и поступают как бы в украинские вузы. Просто важно то, что там очень много людей живет. То есть их не признают, но внимания не обращают, я вот это не уловил, да? Их не признают, поэтому не обращают на них внимания. То есть человек приезжает, сдает экзамены без учета этого аттестата и поступает в вуз. А после вуза, если он там, там же вузы какие-то остались, да? Нет, мы говорим о тех, кто приезжает на нашу территорию, поступают в наши вузы, в украинские. Нет, если человек закончил там вуз, вот в Донецке же остались вузы какие-то, наверное, да? И человек закончил вуз, получил высшее образование, стал магистром, получил непризнанный дитом. Я говорил об аддестатах. Если он получил непризнанный дитом, это его выбор, у него была возможность выехать. Он может поехать работать в Российскую Федерацию, которая якобы какие-то вузы отдельные признают. Там пересдаются экзамены заново, опять же, защищаются эти дипломные работы заново в России и могут получить диплом российского образца. Но мы студентам не оказываем помощь, если это не инвалиды, если они не попадают под наши категории. Только миссионеров, да? Нет, у нас есть четко разработанные. Когда мы начинали в 2014 году работу в гуманитарном штабе, ну, во-первых, никто не думал, что это будет так долго. Что это будет так масштабно, так серьезно. Драматично, по сути. Да, да, да. В принципе, с чего начался гуманитарный штаб? Со звонков детских домов семейного типа в Славянске, которые, собственно говоря, были организованы благодаря программе Ахметова «Сиротство нет» в фонде. Тогда, когда в Славянске начинались эти военные события, люди просили, чтобы вывезли детские дома. А так мы стали вывозить семейные детские дома. Спасибо нашим волонтерам, которые просто рисковали собой и погибали, и забирали у них машины. Было очень-очень много случаев таких разных. И потом мы стали вывозить обычные детские дома, дома престарелых. Потом этот круг расширился. После Славянска начался Донецк, Макеевка, Ясиноватая. Как долго вы собираетесь заниматься этой деятельностью? Какой? Благотворительностью? Оказанием помощи? Конфликт может затянуться на 30 лет, допустим. Мы работаем сейчас в режиме гуманитарного штаба. Фонд переформатировался в гуманитарный штаб. Почему штаб? Потому что штаб принимает решения быстро, молниеносно. Он работает здесь и сейчас. Не так, как фонд в мирное время работал с большой стратегией многолетней. Мы не строим планы на полгода, на год. Мы работаем вот так. Мы открываем новые программы, если это необходимо. Так же, как после того, как мы помощь стали оказывать старикам, потом оказалось, что в Донецке на той территории осталось очень много деток, маленьких деток, новорожденных. Не было тогда продуктов питания для детей. И тогда открылась программа «Помощь детям». Так открываются новые программы адресной помощи, лекарственной. Я здесь могу только Ахметова процитировать, который сказал, что я буду помогать своим землякам, пока это будет необходимо. А он помогает своим землякам, которые вынуждены были оттуда уехать? Да, конечно. Фонд работает по четким критериям, по которым работают международные миссии гуманитарные. Это один из принципов, это эффективность. Мы не можем помочь всем. Вот ответ на вопрос, кому помогаем. Помогаем четко по категориям. Эти категории известны всем уже за два года. Помогаем пенсионерам, инвалидам, детям до трех лет отдельными наборами. Помогаем многодетным семьям. То есть четко-четко выписаны критерии. Мы абсолютно вне политики. Но ВПЛ не входит в эти критерии? Конечно. Что ВПЛ? Внутри перемещенные лица, которые находятся на территории Донецкой области. А как вы не помогаете? Там теми же самыми программами, есть зеркально, это продукты, это адресная помощь. Если вот мы сейчас об этом заговорили, ведь огромное направление работы штаба, это не только продукты, это адресная помощь. Смотрите, дети, которые больны тяжелыми неизлечимыми заболеваниями и нуждаются в жизненно важных препаратах, сейчас лишены государственной поддержки, которая была все эти годы. Она шла через областной бюджет, через государственный бюджет. Это дети инсулинозависимые с диабетом, это дети больные бронхиальной астмой и различного рода заболеваниями нервной системы с эпилептическими приступами. Вот если ребенок не принимает лекарства, то он умирает. Давайте называть вещи своими именами. Больше года штаб занимается полностью поставкой лекарств для этих детей. Это инсулин и это тест-полоски для измерения сахара в крови, это противоосматические, это противосудорожные для детей-переселенцев и для детей на неконтролируемой территории. К сожалению, мы туда не можем, нам так и не дали разрешения ввозить туда лекарства как гуманитарную помощь. Кто не дал? Украина, да. Поэтому для того, чтобы родители не признают гуманитарным грузом. Это очень давняя история. Мы били во все колокола, мы просили разрешить, но, к сожалению, разрешение не было получено. Что мы делаем в таком случае? Если у семьи есть ребенок, у которого диабет, то мы привозим лекарства в какой-то ближайший населенный пункт на украинской территории, в Мариуполь, в Краматорск. Родители выезжают, забирают это лекарство и возвращаются туда. А чем аргументировано, что нельзя ввозить инсулин? Вводить, это понятно? Ну, сложно все. Тем, что эти препараты могут использоваться для лечения боевиков. В принципе, у вас есть факты, известны ли факты, когда ваша помощь используется не по назначению? Нет. Таких фактов нет и таких случаев нет. Почему? Потому что, когда мы заходили с гуманитарной помощью на неконтролируемую территорию, мы сразу процесс ее выдачи и процесс ее распределения четко структурировали по тем же самым критериям и выдают только сотрудники гуманитарного штаба и волонтеров. Все знают, что там есть... У них же там есть свой центр какой-то помощи гуманитарной? Мы занимаемся только... Вы автономно? Абсолютно. У нас есть один ха. У нас есть Донбасс-арена. И любой житель Донецка сейчас расскажет, что в течение двух лет фуры 20-тонные, серые, с желтым кругом, с белым крестом посередине, с надписью «Гуманитарный штаб Рината Ахметова». Вот они заезжают, едут по Ленинскому проспекту, заезжают на Донбасс-арену, разгружаются там и выезжают. Там были проверки всех абсолютно международных миссий. До пунктов пропуска доезжали все. Да и ехали там и все все это время, особенно когда были вот эти моменты, такие противостояния и недоверия со стороны батальонов различных, с сопровождением милиции. Батальоны проверяли помощь в Днепропетровске, смотрели. То есть различные роды обвинения мы уже проходили в течение двух лет разные-разные. И блокировали, что там был перевод? И блокировали, и проверяли. Мы абсолютно открыты, любой журналист может приехать посмотреть. От начала до конца. А почему заинтересованность ДНР, властей ДНР, в том, чтобы пускать ваши грузы? Потому что они же борются с олигархатом. Они запретили въезд Ахметова. И тем не менее, они никак не препятствуют тому, чтобы вывозили свои грузы. Это не ко мне вопрос. Мы помогаем людям. Вот здесь есть очень хорошая пословица, старая как мир. Кто хочет, тот ищет пути. Кто не хочет, ищет причины. Мы хотим. Когда первый раз машины заезжали в Донецк, никто не знал, что будет. Но Ахметов тогда определил, что помощь будет доставляться на Донбасс-арену. Донбасс-арена переформатировалась под склад, под штаб. Сотрудники Донбасс-арены, ветераны футбольного клуба, из наших структур с КМ, которые остались по разным причинам, вышли на работу и работают там. Уже два года. Работают ветераны-шахтеры. Какая сумма потрачена? Это все, это, понимаете, деньги именно Ахметова? Абсолютно. Это его инициатива. Это его личные деньги. Абсолютно личная инициатива. Какая сумма за два года потрачена? Мы не называем сумму. Почему? Потому что нельзя помощь своим землякам померить деньгами. Особенно, когда это ничего не закончено. И мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Мы меряем в выданных наборах, в выданных продуктовых наборах. На сегодняшний момент это 8 миллионов 940 тысяч продуктовых наборов. Именно Ахметова нужно было добавить, что обязательно, потому что это очень важно. Вы уже трижды повторили эту фамилию здесь замечательную в нашей студии. И даже процитировали его. Просто я не могу не вмешаться в разговор. Единственное, Римма, вы же очень симпатичная, молодая женщина. Но все-таки что-то помните, да? Помните времена, когда имени Рината Ахметова просто не существовало в Украине? Или не помните? Вы знаете, я его знаю 20 лет. А до этого вы себя так помните? До этого я была слишком молодая. Хорошо. Допустим, что он был всегда в вашей жизни, как вот такое имя, с которым мы ложимся и встаем. И даже некоторые передают эти гуманитарные вещи. И надписывают обязательно не только машину, но и пакет там тоже есть, да? Я вам расскажу, почему надписываем. Обязательно. Вот вопрос к вам, да? Ринат Ахметов, Ринат Леонидович Ахметов так называет этого человека в нашей стране, особенно люди там с Донбасса. Он когда-нибудь с каким-то заявлением выступал, когда он лично, и что главное, что-то будет сделает для того, чтобы конфликт в Донбассе был как-то прекрасно. Эти заявления были... Интересно. Вот он сделал то, что он делает сейчас. Что он делает? Он помогает тем людям, которые остались. О серьезных вещах. То, что пенсионеры и так далее, это очень серьезно, но это имеет отношение к вашей деятельности. А деятельности его как олигарха, владельца заводов, пароходов и шахт, конечно, на территории. Эти вещи касаются жизни людей. Эти вещи касаются жизни... Да, но это важнее всего. Теперь про прибыли Ахметова, про его собственность на территории, не знаю, там, оккупированная, недооккупированная. Что он лично говорил, что он делает? Да, в начале конфликта он выступал заявлениями о том, что нужно мирным путем решать этот вопрос. Три раза, три было его выступления, когда он призывал прекратить воевать, когда он говорил о том, что самое главное это человеческая жизнь, когда он говорил о том, что нужно договариваться, и эта знаменитая фраза хоть чертом лысым, и в результате ее сейчас украинские политики тоже подхватывают и меняют свою риторику. У Ахметова риторика была одинаковая, и слова его были одинаковые. Как тогда, так и сейчас. Рим, а что значит прекратить воевать? Это нам сдаться или как? Что значит прекратить воевать? Любая война заканчивается... некую хронологию. Сереж, вы же тоже помните, его роль во всех этих... Я думаю, что мы по-разному видим эту роль, поэтому давайте постепенно. Пошел. Вот все-таки, да, что значит прекратить воевать? Ну, к словам цепляться, что же мы так, ну, чем мы можем прояснить, как назвать это? Нет, для меня это важно, потому что я очень часто слышал, сейчас оппозиционный блок в каждом заявлении, нужно остановить войну. А как ее остановить? Это все говорят. Это значит победить или сдастся. Войну можно остановить двумя путями. Нужно заботиться в первую очередь о тех людях, которые там живут. Ну, это же не останавливает войну. О тех людях, которые там страдают. Это не останавливает их страдания. То есть вы же не даете им удочки, вы даете им рыбу, которую они съедают. Фонд не в политике. Фонд занимается... У нас есть государство, которое ведет... Нет, мы еще говорили о фонде, ты же цитировала Ахметова, поэтому я вот прошу, как вы видите слова Ахметова, как вы понимаете... Слова Ахметова остались такими же, как они были. И его философия осталась такой же точно. Погудеет, как она была. То есть когда к вам приходит в ваш дом человек с автоматом, давайте погудим. А что случилось хорошо от того, что идут боевые действия? Что произошло? Ахметов потерял, говорят, да? Немножко там... Ну, может, хотя бы то, что не вся Донецкая область сейчас захвачена боевиками. И кто-то живет в своих домах, в отличие от нас с тобой. Может быть, благодаря вот этим боевым действиям все-таки это произошло? Нет. А чему тогда? Потому что эта война ни к чему не приведет. Вы знаете, когда... Вот самое страшное, что вот эти гробы, которые ездят на западную Украину, когда... Ведь оно ни к чему не приведет, кроме конфликта, который, как ты сам сказал, может затянуться на десятилетия, кроме ненависти друг к другу. Я абсолютно согласен в данном случае, но как ее тогда разрешить, этот конфликт? Переговорами. Переговорами, переговорами. Я опять его процитирую. Я не знаю, кто такой черт лысый. Я такого, ну, как бы, нет... А минские договоренности о чем? О чем? О чем? О переговорах. К чему мы потом пришли? С Россией, с Германией, с Францией? Со всеми, со всеми заинтересованными сторонами конфликта. Хорошо, а если сторона не хочет... Вот Россия, она заинтересована именно в конфликте, иначе бы она его не начинала. Почему вы думаете, что сейчас она будет заинтересована в переговорах? Мы не члены контактных групп. Мы не в политике. Мы говорим сейчас... Ах нетов в политике или нет, как вы думаете? Вот самых нетов, Ринат Ленич? Не в политике? Нет. То есть даже ни с кем из политиков он не общается просто, чтобы не быть политикой сильно? Вы пригласили поговорить о том, что там происходит. Это благороднейшая миссия. Мы можем долго говорить... О детях, больных, это очень как бы тема важна. И даже для детей, которые живут здесь, и это, конечно, просто ужасно, и мы можем там обвинять... Мы же с вами умные люди и начитанные люди, и понимаем, что во всех вооруженных конфликтах больше всего страдают мирные жители. И вот, вы знаете, мы сейчас очень много говорим о политике, и так много этому уделяем внимания, и вот здесь в том числе, что мы забываем о тех людях, о временно перемещенных, как их называют, о нас с тобой. Все страдающие, это результат политики именно, поэтому нельзя быть вне политики, когда идет война, когда люди страдают. Сейчас нужно спасать тех, кто сейчас оказался в такой ситуации, когда не решается ничего. Спасти их можно только остановить, запрекратив этот конфликт. А как его прекратить? В первую очередь, нужно людям помочь выжить. Вот это задача номер один гуманитарных миссий. Вы же не призываете во время Второй мировой, или Первой, или Сирийской, какой-то любой войны, не обвиняют же Красный Крест в том, что они не прекращают военные действия? Здесь не надо путать, да, Рима? Все-таки Ахметов, Рима... На сегодняшний момент помощь... Это вот не надо отождествлять, только, пожалуйста. Нет, я здесь не согласна. Я отождествляю, потому что помощь гуманитарного штаба признают все международные миссии, потому что о помощи гуманитарного штаба с благодарностью высказывается и посол Соединенных Штатов публично, потому что наша помощь такого большого масштаба, что она больше, чем те же международные миссии, с которыми мы работаем, не плечом к плечу даже, мы работаем рука к руке. Мы координируем с ними въезды на неконтролируемую территорию, чтобы не мешать, потому что пункты такие пропуска, что невозможно проехать частным машинам. Вот давайте об этом поговорим. Вы понимаете, что это лицемерие какой-то крайней формы, когда вы говорите об Ахметове, как о благодетели, там чуть ли не вот людей, живущих, и только, да? Вы ни слова не говорите о том, как перерасплела собственность после этих двух лет войны. А мы об этом собираемся поговорить? Мы об этом сейчас не говорим. Как он контролирует добычу какого-то украшения? Я об этом не буду говорить. Не буду. Потому что в течение двух лет мы получаем огромное количество благодарственных письм. Ну, я понимаю, это просто поразительно. Потому что мы видим... От посла США можете даже где-то подшить. Давайте мы как-то уходим в эмоции. Но интересно просто узнать, что это об Ахметове еще, кроме того, что он помогает... Я вам потом отдельно расскажу о нем все. Ну, просто фонд Ринат Ахметова, это же так важно. Потому что кроме него сейчас не помогает из таких известных украинских бизнесменов, политиков, как угодно назовите. Кто еще помогает? Ну, если считать это... Я поэтому даже не могу. Это помощь, потому что для меня это, например, просто попытка удержать социальную экономическую ситуацию там. Это... где? И Красный Крест тоже удерживает там ситуацию? Какие объемы Красного Креста там и помощи? И объемы помощи Ринат Ахметова. А для переселенцев, а для серой зоны, где мы помогаем? Это другое дело. Почему? Почему? Значит, там людей нужно забыть. Потому что здесь ответственность несет Украина и ее граждане за все, что тут происходит на нашей территории. За то, что происходит на линии фронта, на нашей территории. Как вы сказали. Должен нести ответственность за купон. Сережа. А вы снимаете с него это? Вы оплачиваете, в том числе и за счет нас всех. Мы спасаем там людей, которые остались без пенсии. Сереж. Мы остались... Уважаемые жители Донецка, да? Мы там спасаем людей, потому что... А вы считаете, что Россия должна им платить пенсии? Она, собственно, и платит. Мы считаем, что инвалид-спинальник, который там лежит... Да, должен получить каждый день. То есть, Рима, вот... Он не может умереть голодом. Я понимаю, что позиция Сергея Гармаша такая, что помогать не надо. Вы считаете, что помогать надо? Да, я позиция, что помогать нужно инвалид-спинальникам. И возить туда... А вы считаете, Сережа, я задам... Фактически снабжать продуктами оккупированную территорию. А ты считаешь, что пенсии лишили... Не знаю, старушку, которая проработала на шахте, на ЦОФе 40 лет. Ее законно лишили пенсии? Незаконно, но справедливо. Справедливо? За что? Да. Потому что у нас солидарная пенсионная система. И когда люди выходили на пророссийские митинги, должны были понимать, что... Кто выходил? А она не выходила, например. Она не выходила. Вот поэтому Россия... Поэтому она должна сейчас страдать? Россия должна ей платить это... А инвалид-спинальник, который лежит... Вот это другое дело. Я же говорю, что инвалидам нужно помогать. Хотя это тоже должна делать Россия. А хоспис, который находится на том же Октябрьском, его никто не вывез. Почему? Потому что не дали нам точку, куда ехать. Почему вам не дали? Потому что только штаб Ахметова занимался эвакуацией. Только штаб Ахметова занимался эвакуацией. Потому что мы приехали в дом, где... В интернат, где находятся инвалиды, лежачие. И МЧСники выносили их на руках. А знаете, куда клали? Я все понимаю. И я благодарен вам. И я, честно говоря, даже обращался тоже к вам с помощью. Нужно было помочь вывести, если ты помнишь, семью журналиста из Луганской области. Тоже с инвалидом. Да, и вы помогли. К сожалению, да. Я все это понимаю. Помощь конкретным людям, которые действительно клятутся в такую ситуацию. Я не понимаю снабжение продуктами. Мы помогаем продуктами. Я говорю это миллионный раз. Можно поставить забрало и не хотеть слышать. По-моему, это вы нас не слышите. Таким образом вы решаете социально-политическую и экономическую проблему. Сереж, мы людям помогаем. В Украине столько же людей с такими же проблемами. С какими проблемами? Люди, которые остались без пенсии. Люди, которые остались без социальных выплат. Я езжу в метро и каждый день видю кучу людей, которые ходят и просят на лечение. А те беженцы, которые сейчас живут в Славянске, которые сейчас живут во всех городах, Краматорске, в Мариуполе. Вот этим нужно. Мы же им помогаем. Мы же помогаем им. Подожди, ты же известный журналист. Спрашиваю еще что-то. Спрашиваю государство, почему они не помогают. Я спрашиваю. Я не слышу, что Ахмедов спрашиваю. Хорошо, а по линии фронта, когда есть украинский город Пески. Сколько людей в Песках сейчас? Не знаю. 15. Стариков. Стариков. Молодежи нет. Доходит помощь от фонда Рината Ахмеда. А от кого еще доходит помощь? Это очень... Почему у Зайцева? Думаю, что старики даже в завещании упомянут это имя. Нет, дело не в этом. Знаете, я не хочу в таком случае. Потому что мы здесь занимаемся пиаром Рината Ахмедова. Что о чем мы говорим? Мы меня пригласили. У меня в должности написано, что... Мы свешиваем вопрос поставки продуктов на оккупированную территорию на нашу. Это все очень благородно. В чем проблема для вас, Сережа? Вы против того, что вы поставляли фонд Рината Ахмедова на территорию? Я говорю, что фонд Ахмедова, на мой взгляд, фактически решает социально-экономическую проблему там. И об этом даже Бородай говорил. Что если бы не помощь Ахмеда, у нас бы был голод. А если бы был голод, то там бы не удержалась эта власть. А как же голод на серой зоне, на территории? Скажи, пожалуйста, в селе. Это другое совсем. Это тоже самое. Я говорю о покупированной территории, не о серой зоне. А я говорю о жителях Донбасса. Почему в Авдеевке только недавно заработали органы государственной власти? Сколько там? Полгода назад. А до этого... А город-то живет? Обстреливаемый. И вы же, журналисты, должны тоже этим заниматься? Не только метать стрелы. Вы знаете, что там парень погиб 19-летний 2 дня назад? Вот сегодня об этом говорят. А сколько раненых детей? Знаете? По обе стороны. А кто знает? У кого есть такая статистика? У нас есть такая статистика. Даже по той стороне? У нас есть такая статистика, потому что мы их очень скрупулезно выбираем. Только в нашей базе 163 человека. Только в нашей базе. Собоих сторон. Да, да, да. С обеих сторон. И мы помогаем всем детям. Как можно детей поделить? Вот вы на этой территории раненые, а вы на этой территории раненые. Нет, тут вопросов у меня вообще нет. Я считаю, что надо оказать помощь, если ее оказывают, и люди ее принимают. А дети с ампутированными ножками? Ну вот опять вы какие-то... Это эмоции уже. Нет, мы живем в тот период, когда эмоции очень важны и очень нужны. И вот закрывая глаза, мы здесь делаем тоже большое преступление. Когда мы не говорим, что там есть раненые дети, когда мы не говорим, что там остались старики. И... Рима, об этом вы постоянно говорите. Мы так только мы говорим. Но мы говорим о том, что этих людей нужно освобождать и убрать сам конфликт. А вы говорите... Но это же не к нам вопрос. А вы говорите о том, что пусть конфликт будет. То есть ты считаешь... Ты считаешь, что нам нужно перестать поставлять туда продукты. И пусть эти старики поскорее помрут. Я считаю, что тогда России придется этих стариков содержать. Но ты же признаешь, что ты так считаешь? Подожди. Если мы сейчас... Она уже платит туда пенсию. Давайте снизим эмоции и поговорим о фактах. Вот вы говорите эмоционально сейчас, да, я, естественно, перехожу на эмоции. В течение двух лет этого конфликта мы проводим исследования. Не просто берем эмоции наших сотрудников, тех людей, которые привозят туда помощь, водителей, у которых нет донецкой прописки, кстати. Большинство из них как раз днепропетровские мужики, которые под обстрелами туда проездили, как дорога жизни. И везли муку и крупу, и кашу. Они почему-то везут туда. У них зарплата не такая... Подожди. Как ваша деятельность помогает решить, остановить этот конфликт, прекратить его? Вот я не вот этому... Любая гуманитарная миссия ставит перед собой цель помочь мирным жителям. А миссия государства этот конфликт разрешает. Какие там социологи, интересно, вы начали просто переберевывать? Мы заказываем у Киевского института международных исследований КМИС, да. Мы заказываем исследование, которое мы назвали гуманитарная карта. В течение двух лет мы меряем потребности людей, где наиболее необходима помощь. Да, последняя волна показала, что потребность снижена. Но потребность снижена благодаря международным миссиям, благодаря гуманитарному штабу. Нам удалось избежать вот этой гуманитарной катастрофы, о которой ты говоришь. И я считаю, что это огромное-огромное достижение. Вам или ДНР удалось избежать этой катастрофы? Гуманитарным миссиям, которые работают в зоне конфликта, мы меряем ситуацию по обе стороны линии разграничения, по обе. Вот они говорят о том, что снизилась потребность благодаря тому, что людям не дали умереть с голода. Мы с вами касались темы инсулина. Так вот сейчас потребность детей в инсулине ноль. Почему? Потому что мы этот инсулин привозим. Потому что Красный Крест привозит... Буквально на прошлой неделе я смотрел выступление, какое-то совещание у Захарченко, где говорили о том, что... А, это встреча его с медиками, по-моему. Я не смотрю, я не наблюдаю. И там было заявлено, что у нас нет проблем с инсулином, эта проблема в республике решена. Оказывается, это вы решили, эту проблему в республике. Красный Крест привозит в больнице инсулин. То есть, а ты считаешь, что нужно, чтобы люди, у которых диабет, чтобы они тоже умерли? Это неправильная постановка вопроса. Я так не считаю. И я так не считаю. Но я и в то же время не считаю, что фонд Рената Ахметова должен снабжать, скажем... А если это не делает государство... Хорошо, а ребенок-переселенец, который живет сейчас в Славянске, почему ему... Ему нужно помогать. А ему нужно? А ребенку, который живет в Донецке, не нужно? А он пусть подыхает, да? Нет. А как? Помогайте ребенку тоже. Ну вот мы и помогаем ребенку. Мы и помогаем вот таким детям. Нет, и лекарствами в том числе. Я же сказал... Опять же, я же... Давайте разделять лекарства, то есть то, что необходимо, или решение социально-экономических проблем этой территории. Это еда. А еда – это жизнь. Если ты посмотришь любой набор Ахметова, там нет красной икры и колбасы. Что это стоит один набор? Мы не называем стоимостью. Ребен, расскажи, чтобы набор, чтобы понятно было, что такое набор Ахметова? Что такое набор Ахметова? Это килограмм муки, это крупа, несколько видов, это макаронные изделия. Крупа – не гречка, не рис. Это пшенка, это крупа гораздо ниже, скажем так, по статусу. Это подсолнечное масло, спички, соль. Этот набор меняется в зависимости от времени года. И ничто не делается просто так. Когда мы формировали вот этот продуктовый набор, мы исходили из требований прожиточного минимума, из колоража, чтобы человек на это прожил месяц. Из рационально обоснованных норм питания. Всемирной организации здравоохранения. Вот все эти два года мы не работаем в вакууме. Можно вопрос? Мы работаем только с гуманитарными миссиями, все вместе. Это понятно. Римма, вы сказали, что даже ваш дом, где вы жили, в районе Октябрьский, в Донецке, разрушен, был обстрелами. Он пострадал. Он не разрушен, он пострадал. Резиденция Леонидовича с дворцами и так далее, которые находятся тоже на неконтролируемой, оккупированной, или как бы это вы ни назвали, на той территории, по ту сторону разделительной линии. Известно ли вам что-то, пострадала она или нет? Вы знаете, дом Ахметова и дом его мамы находится... Не про маму, а то, что построено было за эти два лет, пока вы знакомы с ним лично. Дом его родной дом, да, он находится в поселке Октябрьском. Он находится в 700 метрах моего дома. То есть вы улавливаете мой вопрос, да, не его родной дом. Где он родился, никому неизвестно. Там живет мама. А я говорю об олигархе, когда он находится. А я, слушайте, вы не хотите, вы не хотите слушать. Про маму не надо, про дом мамы это все понятно. То есть вы считаете... Что его резиденция, это не дом его мамы. Она не находится на Октябрьском. А на Октябрьском живет его мама, жила до самого начала войны. Я от вас насчет его резиденции не получу. Насчет дворца его и так далее. А какой дворец? Насчет его Межигорья, так сказать, в кавычках. А вы там были? Вы не знаете про это ничего. А вы там были? Ну подождите, подождите. Вы сейчас как-то оцениваете то, что никогда не видели. Никогда не были. Я не шучу. Я оцениваю то, что некоторые объекты не были разрушены. Некоторые объекты не были разрушены. Украина, потому что, видимо, эти олигархи между собой как-то договариваются. А вы знаете, что Центр Донецка, слава Богу, и он может с кем-то договориться на уровне, как мы сейчас с вами не можем договориться. Подождите, я ваша гостья. Да, ну это... Или я пришла на расцвятие сюда. Я могу отвечать, но когда вы меня слушаете, а не даете мне сказать, задавая следующий вопрос. Вы задали вопрос? Я вам ответила, что поселок Октябрьский. Я же не по это спошел. А я еще раз. Подождите. Вы мне задали вопрос про дом. Мой. Нет, я сказал, что ваш дом разрушен. Он не разрушен, я еще раз говорю. Он поврежден. Потому что поселок Октябрьский, практически там каждый дом поврежден. И не важно, где кто живет, и текстильщик тоже разрушен, и пригороды Донецка, и Пески точно так же зеркально разрушены. Вот так получилось. То есть не важно, олигарх ты или не олигарх, все мы равны, все мы должны одинаково. Вы знаете, сколько людей богатых жило в поселке Октябрьском и остались вообще без домов. Очень богатые. Очень. Очень. А война, вы знаете, не щадит война никого. Просто так получилось, не пощадила, конечно. Он потерял сколько-то миллиардов. Хорошо, а как вы считаете, когда... Вы мне зависть говорите, как человек, который сидит, вот бедный здесь, да, получает все-таки зарплату, честно. Вы знаете, я тоже не богатая. А он человек, который... И я тоже переселениц, и я осталась без жилья. Страшного гуманитария, который... А вы меня пригласили для того, чтобы я рассказывала о том, что мы делаем. А не для этого... Ну хорошо. Фонд меня вызывает уважение и даже... А что тогда я должна делать? Фонд его! Рассказать о нем еще немножко, вы что-то знаете про него, лично знаете, общались с ним, да? И поэтому я спрашиваю у вас о его резиденциях, о его дворцах, о его капиталах. Но это же не модно сейчас, я о нем расскажу. И Сережа знает, как о человеке, который считается патриотом. Ну вы же мне сейчас рот закроете. Нет, 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 ну что, я думаю, что это очень интересно. Как начинал ряда ряда ряда, как он взялся, как он стал миллиардером. Вот Сережа неинтересная, поэтому о чем мы будем говорить дальше? Это уже ваш вопрос. Мой вопрос. Как вы считаете, почему Ахметову при всей его благотворительной деятельности запретили въезд все-таки в ДНС? Это вопрос не к нам. Ну у вас же есть какие-то мысли. Вам не обидно, что вы возите, а Захарчика потом говорит, что Захарчика не благодарят, но им еще счет выстоит? Да, это детское чувство. И если бы мы обижались на кого-то, мы просто делаем свое дело. Делаем. Можно относиться к этому, фыркать или там отворачиваться. Нет, это не было в студии. Наоборот, только чтобы с Красным Крестом не очень смешивать это. Почему? По содержанию похоже, а по форме чуть не включается. Ну а как формируется средство Красного Креста? Подождите, какая разница? А вы помогли кому-то? Я лично? Ну конечно, я все же помогаю всем. Начинаю от своих детей, соседей, друзей. Дети это, конечно, прекрасно, и соседи и друзья прекрасно. Но не финансово. Детям помогать это шикарный гражданский долг, такой класс. Это здорово. А что тут ничего себе? Что же замужем, наверное, есть ребенок у вас? Два. Два даже, и у меня тоже три. Ну замечательно, это хорошо. А мы говорим о том, что там сейчас остались люди, которые в этой помощи нуждаются. Так мы об этом только и говорим. Но вот хочется выйти за пределы разговора о том, что дети нуждаются в помощи, старики... А о чем вы хотите поговорить? Это не со мной. Вы знаете, так много сейчас есть разного рода экспертов, которые любят ругать все, что видят, которые в своей жизни ничего не сделали. Не, Риман, ну просто стало впечатлением, что вы, выкачив работающего Ахметова, не имеете права говорить о нем не то, что плохо. Я его глубоко уважаю, вы знаете? Задумываться в общем о ситуации в Украине. Андрей, я вам скажу так, что я его глубоко уважаю. Ну еще бы как по-другому тут можно... Не только как работодателя, и не столько как работодателя, а как человека, который больше всех сделал. И для развития Донбасса, и для развития промышленности. Конечно, конечно. То есть это право говорить, да? 300 тысяч человек работает в группе СКМ, 300 тысяч, и налоги платят. Это самый большой налогоплательщик в Украине. Вот и все. А дальше это вот эти вот всякие жареные фактики. Не, не, это не ко мне. Там прибавочную стоимость, что они про какие-то офшоры. Вы налоги посмотрите. Нет, я не про налоги, я про прибыль, прелетолист. Прежде чем бравировать, мы очень любим заглядывать в чужие карманы. О, это тоже хорошая тема. Все, затихаем, наверное, на этом месте. Очень люблю. Это обвинение я думаю, что должен проглотить, чтобы не выглядеть человеком, который заглядывает в карман Генату Ахметова. Да какая разница? Вася Пупкину. Некрасиво заглядывать в чужие карманы. Нужно человека ценить по его делам. Вот и все. Рима, как вы оценили тогда участие Ахметова? Ну и как член его команды в том числе. Вот в том, что произошло там. То есть по его делам, вот вперед, когда захватывали здание. Да. То есть он пытался... Он пытался чувствовать какую-то долю вины за то, что там произошло или нет. А ты чувствуешь какую-то долю вины? Ведь ты же тоже был в журналистике. Да. Я не чувствую вины, потому что я не писал, что едут захватывать Донецк-Бандеровцы. Я писал, что это неправда и не надо этого писать, если ты помнишь. Но СМИ подчиненные Ахметову распространяли эту информацию. Это что за глупость какая? И накручивали население. Сереж, мы сейчас говорим о каких-то странных вещах абсолютно. Это все фиксировано, в интернете есть что-то, трудно проверить. Это все очень просто проверить. Мы еще раз возвращаемся к одной и той же теме. Еще раз. Это вопрос в том числе и гуманитарный. Чувствуете ли вы какую-то ответственность за то, что там происходит или нет? Мы сейчас чувствуем причастность к тем проблемам, которые там происходят, и мы их будем решать. И мы их решаем, помогая людям. Хорошо. Спасибо, вот за это спасибо лично вам, Рима, вы там участвует. Есть какая-то пропорция, сколько помощи, вы сравниваете, сколько помощи привезли вы на оккупированную территорию, и сколько, допустим, та же Россия, российская гуманитарная. Насколько это сопоставимо вообще? Мы не меряем ничью помощь, потому что у нас, во-первых, нет таких данных. Мы занимаемся тем, что мы свою помощь доставляем, мы свою помощь раздаем. Мы уже говорили о том, что мы ее раздаем только на Донбасс-арене и в пунктах выдачи, которые находятся по обе стороны линии разграничения. 28 на неконтролируемой территории, в городах, это стационарных пунктов. 10 пунктов находятся на украинской территории, это касается стационарных пунктов. Для того, чтобы попасть в самые-самые отдаленные какие-то участки Донецкой области, для того, чтобы помощь перевезти в самые отдаленные села и поселки, у нас уже полтора года работает программа мобильных бригад. Что это такое? Это сотрудники фонда гуманитарного штаба на машинах привозят помощь в село, в течение дня там выдают, уезжают, переезжают в другие населенные пункты. Вот мы посетили 427 населенных пунктов по обе стороны линии разграничения. Это важно понять, это вот то, что не хотят слышать те, кто любят критиковать. Фонд работает абсолютно зеркально, гуманитарный штаб работает зеркально, по обе стороны линии разграничения. Вот если представить себе линию фронта, то мобильные бригады едут по обе стороны параллельно часто. А линия фронта это иногда 100, иногда 500 метров. Вчера у нас был Семен Семенченко, она сказала случай, как они для того, чтобы выпустили бойцов Донбасса, которые были там в подвалах, в Донецке сидели, они заблокировали поступление фонда вашего на ту территорию. И Ренат Ахметович быстро договорился, и их людей 100 человек, как бы бойцов, выпустили очень быстро, а без этого не выпускают. Ну, Семену Семенченко бы сказки писать, хороший бы сказочник, вот, мы виделись с ним в эфире не один раз. Ну, человека, который говорит вот придуманную читочку, и вот мне очень странно слышать, что прошло уже полтора года, а он все одно и то же говорит. Вы знаете, это было в декабре 2014 года, когда была заблокирована помощь, потом ряд депутатов еще и извинились, да, было много тогда эфиров, вот тогда эта тема... Тогда все правозащитники и все желающие могли пройти от точки А в точке Б. Тот, кто хотел, тот поехал. Причем здесь помощь к заложникам. Для этого, может быть, контактные группы говорили, но никогда, никакой зависимости, никакой корреляции. Я говорю, это абсолютно официально, не так, как товарищ Семенченко там бравирует какими-то своими рейтинговыми фразами. Никогда не было никакой зависимости помощи от кого бы то ни было. Хорошо, каково сейчас вообще влияние Ахметова на той территории? Я не говорю о политическом влиянии, хотя к этому вопросу мы все равно придем, потому что, ну, по моей информации, оттуда, скажем так, вытесняют вот те же ответственные граждане, которые были вашими контрагентами, именно из опасения, что вы будете принимать участие там в выборах каким-то образом, ну, люди Ахметова и так далее. Все-таки, насколько сейчас он влияет? На что? Вообще на ситуацию там. Вот если убрать гуманитарную... Мы не занимаемся сейчас тем, что каким-то образом меряем влияние. Вот хотите, верьте. В соцопросах же есть там такой вопрос. Я видел эти соцопросы. И что там есть? Там есть отношения именно... Я не видела таких вопросов. ...какметовы, в том числе и политические. Там есть вопрос, кто оказывает помощь, и люди говорят. А вы знаете, что каждый третий сейчас житель Донецкой области получает гуманитарную помощь? От фонд Ринат Ахметова? Нет, вообще. Вообще. Это люди доведены до такого отчаянного состояния, что они просто не могут выжить самостоятельно, без гуманитарных миссий. Вот об этом бы сейчас подумать. А вы знаете, что все предприятия, которые находятся и на неконтролируемой территории, в том числе, платят налоги в украинский бюджет? А кто в бюджет они тоже платят? А кто хозяин-то их предприятия остается? СКМ же? А почему они тогда там работают, если они не платят? А вы знаете, что тот же уголь закупается оттуда на государственном уровне? Вот мы сейчас опять-таки переходим в какие-то высокие... На теплоэлектростанции, принадлежащие Ахметову. Высокие, я об этом не знаю. У нас вся тепловая энергетика принадлежит Ахметову. Вот мы сейчас опять-таки переходим на... На личности. На какие-то... Нет, не на личности. Имени у него все лишь назван фонд. В общем-то имя фигурует. Вы знаете, если бы вы захотели и смогли, и захотели... Если бы вы меня пригласили поговорить, не знаю, о цветочках или о чем-нибудь еще... Я бы вам... Не встречай, я знаю его, да. Ну и об этом говорить не хотите. Почему не хочу? Ну вы же не хотите слушать то, что я говорю? Пока что Сергей сказал, что он не хочет. Мне, наоборот, интересно. Все интереснее и интереснее. Ну, я действительно, как бы... Мне было интересно послушать... Вот ваше мнение об Ахметову, вы знаете, что лично или нет? Нет, я лично, слава богу. Не знаком, Сергей. А почему-то мне интересно? Тут даже не про гуманитарную помощь, а скорее про гуманитарную обстановку там. Да, потому что... Потому что это очень важно. И, знаете, я скажу, что очень много мы не захотели здесь услышать. И жаль. А там вас слышат, мне интересно. А зачем? Ну как, ну вы же можете на территорию, которую контролируют там АНИИ, Украина. А что слышать, что должны слышать? Ну я не знаю, что здесь не слышит Украина, чего слышат, что слышат там. Я говорю, что ты не захотел услышать. Я? Мы сворачивали вопросы на другие темы. Это его кондрея. Было зафиксировано, очень важная ваша ответственность, вот вы оба из Донецка, да, расхождение в простом мнении, я, если правильно понял, главное напряжение в вашей дискуссии было в том, что Рима совершенно как бы там справедливо, доказательно и так далее, подробно рассказывает, как делает свои какие-то важные дела на территории и контролируемой, и не контролируемой, то есть приграничный там фонд Ринад Ахметов, да. Сергей считает, что помощь этого фонда помогает решать социально-экономические проблемы в так называемом непризнанном республике. Это не Сергей считает, это говорит тот же Бородай, как были лидеры. А это говорят международные миссии. Из логики Сергея следует, что если бы вы не оказывали помощи, то как-то быстрее бы произошло вот что. Донбак бы быстрее стал чемоданом без ручки для России, он бы был и невыгоден, сейчас этот конфликт России. А пока фонд Ахметова решает социально-экономическую проблему на оккупированной территории, этот конфликт выгоден России. А я отвечу другими словами. После того, как пойти по этому пути, очень скользко, я, можно резюмирую, потом расскажу, да. Конечно же, погибнут просто люди, они там нуждаются, и каждый третий получает помощь, не только ответы вам, так или иначе. И ваша позиция понятна, что если прийти эту помощь, то какое-то количество людей довольно большое может просто умирать. Может просто умирать. Может просто умирать. Почему говорить о том, что может быть. Вы же не знаете, может это быть или не может. Сереж, ты же тоже говоришь со слагательным наклонением. Если бы, тогда вот это. Нет, я говорю, что уже сейчас вы решаете проблему социально-конечного напряжения. Если бы не оказывать, тогда кто-то куда-то пойдет, зайдет, или будет какое-то влияние, а я говорю, что если человек в течение нескольких дней живет без еды, он умирает. Римма, если по человеку стреляют, он тоже умирает. Но вы ничего не делаете для того, чтобы остановить стрельбу. Но это же не задача гуманитарной миссии. Но говорите все-таки, давайте несколько о Ринате Ахмедове, потому что вы же знаете его лично. Он так интересно. Что это за личность историческая Украина? Потому что я его знаю как олигарха, который разработал миллиарды непонятно как. Ну и дальше не буду пересказывать то, что я знаю. А вот вы знаете его лично. Да, я его знаю лично. И расскажите о нем. Вот несколько слов просто важных. То, что я сейчас скажу, вы будете воспринимать какой-то... Откуда вы знаете? Я просто наоборот всему слушаю сейчас. Внимание величайшим. Сергей неинтересно, мне интересно телезрителям, а нас смотрят. Я же журналист со стажем, и я понимаю и как, и что, и подводные течения все. Так вот, я вам еще раз скажу, что я глубоко уважаю этого человека. Что этот человек сделал очень много для Донбасса. И для его инфраструктуры, и для экономики. Я же уже это говорила. Вы еще раз хотите это услышать? Да, я это еще раз скажу. Потому что я его знаю 20 лет. Потому что его знаю очень хорошо. Вы лично с ним общались, и может быть кроме общих фраз что-то о его личности. Потому что личность его же там недоступна. Почему недоступна? Для журналистов. Мы приглашали... Он был очень открыт. И любой, кто хотел с ним поговорить, знали, что он ходит по городу. Знали о том, что он посещает открытые тренировки шахтера. С ним приезжали, говорили очень много журналистов. Но если Сережа не хотел, это вопрос к Сереже. А журналисты все знали Ахметова. Он ездил по детским домам. Вы знаете олигарха, который ездил по детским домам и помогал детским домам? Не было войны, а он помогал. Вы знаете олигарха, который на всю Украину открыл программу «Рак излечим»? И в Западной Украине сейчас в семи областях работают мощнейшие установки. Не знаете? И я не знаю. Я слушаю, я просто с большим вниманием слушаю дальше. Что еще? Это не был Донбасс. Это Западная Украина. Вы знаете, что в Ровенской области построен такой онкологический центр, фондом построен, которого нет больше нигде в Украине. И в Донецке нет. В Донецке не успели построить. Поэтому всегда работа была направлена по всей Украине. И музей краеведческий во Львове шикарный был. А что был? Был, потому что он недоведен, потому что сейчас изменились приоритеты. Потому что сейчас мы сфокусировались на том, что нужно, важнее. А вы знаете, что с помощью программы... Как мы здесь вознимался фонд, да? Конечно. И большая программа «Остановим туберкулез». Смертность от туберкулеза снизилась почти в два раза на 40%. Благодаря Ринату Ахметову. Благодаря его фонду, да. Поэтому вот для того, чтобы мы, особенно в журналистике сегодня, мы живем клише. Вот мы ставим на человеке какое-то клише и с ним идем. Не, но это уже не имеет отношения к вопросу. Это имеет отношения в том числе. Потому что вы до эфира мне сказали сразу... Валидов у тебя взятые отношения в вашем отношении. И вы почти развеяли его, рассказав о деятельности фонда Рината Ахмеева. Потому что вы рассказали, какое впечатление на вас произвел Донецк. Ну это же Донецк город, который без всякого Рината Ахметова был до того, как еще даже Ахметов там ребенком маленьким не бегал по улице. И не ходил, как вы рассказываете, что вот все могли бы дойти к нему и сказать, здравствуйте, спасибо вам за такой Донецк. Вы знаете, да. На самом деле Донецк был такой Дурината Ахметова. И даже еще может быть чем-то было получше. Вот такой современный. Вот такой красивый. Вот с такой ареной. Это важнейшая арена, которая сейчас используется не совсем по назначению. Но вообще-то футбол это не самое главное, что у человека, скажу, крамольные мысли в жизни есть. Но это не самое главное. Но в таком случае у человека вообще ничего не главное. Ну как это? Ничего себе вы делаете выводы. Если футбол не главное, если спорт не главное, если отношения не главное. Если снизил смертность от туберкулеза и заболеваемость два раза по всей Украине или по Донецку, то я вам говорю, что это зависимость, скажем, заболевания туберкулезом от какой-то системы государственной, общественной, без Рината Леонидовича существовало, да, и как-то этот вопрос решался. Даже очень успешно. То есть и не надо было. То есть нет. И не надо туда вмешиваться. А потом, когда возникла снова проблема, то возник Рината Леонидовича, соответственно, как бы, человек, который решает эту проблему по-своему, как умеет там. Ну, вы знаете, у вас сейчас просто... Ну это долгий разговор, немножко в сторону входим. Хорошо. Хорошо. Мы вернемся к теме нашей, потому что важна работа фонда. И я кое-что услышал, но узнал интересно очень, Сергей. Потому что, конечно, о роли Ахмедова в истории современной Украины, но это долго разговаривает. Но об этом столько говорят, что я не понимаю, зачем вообще сейчас эту тему поднимать, честно говоря. Вернемся к гуманитарной помощи, гуманитарной ситуации. Как ты оцениваешь вообще сейчас состояние волонтерства в Украине, да, вот по сравнению с тем, что было два года назад? Помогают ли вам еще какие-то вашему фонду частные лица, допустим? Нам всегда... Мы всегда работали в тесной привязке с волонтерами. И когда я рассказывала об эвакуации, я говорила о тех волонтерах, которые вывозили. Естественно, работают и сейчас. У нас ежедневно работает около 450 волонтеров. Это и сотрудники футбольного клуба, сотрудники арены, предприятий. Те сотрудники получают минимальную зарплату. А волонтеры приходят и работают, они получают продуктовые наборы. Несколько раз в месяц. Хорошо, вот все-таки мне интересно, как человека изнутри, твой взгляд на ситуацию с волонтерством в Украине вообще. Вообще в Украине. Это сложная тема, очень важная тема. И волонтеры сейчас одна из основных движущих сил общества. Остается ей, да? Остается ей, да? Остается, но что сейчас видно, вот, допустим, мне, как человеку, который в этой теме, это немножко не наша тема, но мы видим волонтеров, да, параллельно от нас работающих. Конечно же, идет выгорание. Вообще работа в благотворительности, это самая, наверное, сложная работа. Ты знаешь, у меня было в жизни много ипостасей, но работать в благотворительности, это просто, это самое тяжелое, что может быть в жизни. Очень тяжело выбирать, кому помочь, одному или другому. Очень тяжело отказывать, безумно тяжело понимать, что когда ты хочешь помочь, и ты не успеваешь это сделать, когда погибает ребенок, это, ну, это безумно тяжело. Это каждая история, она переживается, как твоя личная. И волонтеры сейчас сфокусировались в основном на помощи как раз детям, на помощи раненым детям, потому что государство, к сожалению, не помогает. На помощи психологической. Вот и в Киеве работает несколько организаций, несколько волонтеров, которые занимаются оказанием психологической помощи. Это и тот же лагерь лесная застава. Волонтеров не возникает вопроса, что уже два года идет война, да? Уже государство должно адекватно реагировать на этот вызов. Почему оно этого не делает? Почему мы, волонтеры, должны делать то, что в принципе делает государство? К сожалению, вы знаете, несколько, в прошлом году я разговаривала с мужчиной, у которого у жены осколком оторвало руку, и он уже вот все это время, он пытается, ему не нужны деньги, он сам с помощью друзей делал операции и так далее, он пытался, чтобы жене дали какой-то статус, пострадавшие от боевых действий, но, к сожалению, такого статуса так и нет до сих пор, и у деток нет такого статуса. Да, несколько, так, не очень этично это все, и вот, конечно же, у волонтеров чувствуется выгорание, но что это сложно, помогать, и биться. Это рассказывается как-то на работе твоего фонда, подобных фондов вообще, то есть когда вы все-таки опираетесь на местах, на волонтеров, у них выгорание, их становится меньше, наверное. Их становится меньше, на их место приходят другие. Ну, приходят все-таки. Приходят другие, да, естественно, выгорание есть, и выгорание у сотрудников есть, потому что, ну, потому что это страшно. Ясно, ну, уже у нас время как бы подходит, у меня еще тут несколько... Я, наверное, уже реплика буквально, да, я, наверное, соглашусь с Римой все-таки, что когда олигарх дает что-то, по килограмму гречки, крупы или что-то там еще, ну, какому-то количеству людей, немалому, я думаю, что по ту сторону и по эту, это ирлитная линия, по сути говоря, о линии, там, ну, военной линии, да, которая Украина сейчас, так сказать, по-живому развязает, это все-таки в каком-то вот вашем смысле, в смысле фонда, благороднее, если чем бы, например, олигарх, в том случае Коломойский на своем канале, один плюс один, каждая почти программу прайм-тайма, ну, там, новостную, заканчивает призывом к общественности, который исходит, конечно, не от личного Коломойского, не личного Коломойского, а от ведущей, которая собирает, таким образом, деньги на лечение детей, вот в том числе, там, наверное, каких-то очень тяжелых заболеваний, да, то есть когда постоянно на олигархическом бродкастинговом, там, крупном канале идет просто информация, вот эти призывы собрать, там, по копейке с населения, то это, конечно, выглядит, ну, гораздо более отвратительно, чем... Ни в коем случае, любая благотворительность заслуживает огромного... Ну, вы поняли, да, что я говорю, что он сам мог бы вылечить его ребенка, просто срабатывать. Любая помощь людей, она заслуживает огромного-огромного уважения, и... Лишняя помощь людей о форме, как эта помощь оказывается, и как она собирается. Знаете, вот примерно, примерно, как-то в Библии говорится, что кто-то может дать, там, рубль, да, я не помню, а кто-то, дать копейку, и важно, и одно, и другое. Вот, поэтому я не помню, я... Ну, понятно, что до войны Линат Линич не оказывал помощь так точечно, и так вот гречка... Оказывал, конечно. Ну, почему адресная помощь была? Когда вы говорили, почему сейчас так много об этом говорят? Из-за этого вот складывается впечатление, что это больше пиар-деятельность, чем реальная помощь. Ну, знаешь, если бы не были спасены миллион жизней, если бы у нас не было этого миллиона людей, миллион, больше миллиона людей, которым хоть один раз оказал помощь Ахметову. Это пиар. Ну, когда в канале Ахметова каждый день об этом говорят... А кто еще будет говорить? Сереж, говори ты на острове. Вот эти люди, вот этот миллион людей. Говори ты на острове, на своем рейтинговом ресурсе, говори о том, что там люди страдают. Мы говорим. Почему нет? Нет, что оказывает помощь фонд Ринадат Ахметову. В том числе и о том, что фонд Ринадат Ахметов оказывает помощь, мы тоже пишем. Когда вы присылаете нам пресс-релизы, мы уже... Да, да. Но никто не хочет посмотреть на уровень жизни этих людей, на ужасность ситуации, в которой они живут. Приехала журналистка оттуда... Я понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас я тебе расскажу. Можно смотреть, а можно пытаться как-то решить. Я тебе расскажу один, вот один всего лишь штрих, один из вот этих вот миллионов. Приехала журналистка Юлия Меншакирова, которая много уже повидала вот за эти военные действия, и плачет, она рассказывает, что была она возле Зайцева. А там, в разбитом доме, живет семья, 86 лет, ему и ей. Бабушка лежит прикованной к постели после инсульта, а дед слепой, глухой, почти слепой, он за ней ухаживает. И больше никто им не помогает. Ребята, это же катастрофа, это украинская территория, это катастрофа. Само страшно, что это было и до войны, в принципе, были такие... Снаряды летали, разбитые дома были, они пенсию получали, Сережа, они пенсию получали. Да нет, конечно, после вовек начались эти действия. Но как же можно сравнить жизнь в условиях войны? Я не сравниваю жизнь, я говорю о том, что вот такие факты, в принципе, всегда имели... У нашего общества сейчас, к сожалению, есть такое желание глаза закрыть. Может, не у тебя, потому что ты оттуда, и тебе болит. Болит, может, у нас с тобой по-разному, но болит, у тебя болит, у меня болит, у всех дончан болит, конечно. И не знали бы с тобой друг друга, и не дружили бы. А у остального общества, вот они глаза хотят закрыть и отвернуться. И как будто бы тогда вот это все пропадет. Не посмотреть сюжет или не рассказать об этом. Потому что забиты рестораны, и были в 2014 году забиты, когда оттуда гробы только шли. Да? И когда мы приехали без одежды, перепуганные, и боялись самолетов летающих. Я – да. А дочка у меня до сих пор боится фейерверков, потому что 26 мая она была дома на Октябрьском. До сих пор боится фейерверков. Взрослая 19-летняя девочка. А тут все хорошо. Как будто бы нет войны. А вы знаете, многие люди даже спрашивают, а что, она еще есть, война? Люди не хотят в это... Я сам об этом говорю постоянно. Да, вот и все. Мы пытаемся делать вид, что ничего не происходит. А, оно происходит, и это огромная трагедия. Да, но эту трагедию нужно прекращать, а не поддерживать. И поддерживать людей, которые так или иначе от этой трагедии страдают. Вы знаете, я была в Германии, и я слышала по телевизору... Ну, все знают, как Германия принимает сирийских беженцев. Сколько там, миллион в прошлом году или позапрошлом году. Так вот, по телевизору идет социальная реклама. С такими словами, больше миллиона сирийских беженцев нашли вторую родину в нашей Германии. Социальный проект, рука к руке. Давайте поможем им и сделаем так, чтобы Германия стала их второй родиной. Верите, я это слушала, и я ревела. Но там же не было имени кого, вот этот вот фонд... Да уберем, да ладно. Не, просто интересно, в Германии кто первая сняет? А я о другом, это социальная реклама. Как будто на речку с дартом помогает людям. Скажите, пожалуйста, почему тогда вот здесь нет такого? Да? Почему Леся Литвинова... Почему Леся Литвинова буквально несколько дней назад постила в Фейсбуке несколько историй? Один из известных волонтеров, наверное, на Фроловской, да? Страшные истории переселенцев, инвалидов, которые вообще без помощи остались. Они здесь, в Киеве. Вот пока люди в беде, есть такая чешская организация, да, Человек в беде называется. Вот они тоже работают в зоне конфликта. Всегда в зоне конфликта работают гуманитарные миссии. Всегда. В любой войне. Самые страшные. Это все замечательно и правильно. Единственное, что у меня прямо вызывает вопрос... А что замечательно? Если ДНР, ну то, что гуманитарные миссии работают, они должны работать. Ну а вот филантропия... Вот для меня непонятно, если ДНР борется с тем же Ахметом, то почему, как она дает ему возможность там работать? То есть какие-то договоренности есть? Нет, у нас договоренности нет. Вот это вот противоречие. Оно ведь существует действительно. Но оно есть. Вас оттуда вытолкнули фактически, ваших людей оттуда выбросили. Но при этом ваша помощь принимается как бы и... Помощь принимается не какими-то там людьми, фамилиями и так далее. Я понимаю, но они же могут запретить вам туда въезд. Это в их силах, но они там делают. Но они могут, наверное, все или что захотят. Мы не оцениваем эти действия. Мы людям помогаем. Людям. Приезжаем и помогаем. Сами, своими силами. Не вы лично, а ариантов мира помогают людям. Это важно вот здесь, в Ксеронте. Но это его деньги, да? Просто это вот собрал там эту крупу, там килограмм того всего. Вы знаете, есть такое понятие, есть понятие команда. Вот здесь очень важно. Вы можете, я же говорю, опять говорить. А вы поезжайте с премиальными под перекрестный огонь. Поезжайте туда. То есть вы меня посылаете, чтобы я поработал на Ренатахметова? Ни в коем случае, поработаете на себя. Поработаете на себя. Не, ну вы же не бесплатно ездите туда, правильно? Под перекрестный огонь. Вы лично. А волонтеры, которые приезжают? Волонтеров ничего не говорили. Да хоть что-нибудь. Поезжайте с машиной. Вы ездите за деньги. Вы не хотите. Я не знаю вашу зарплату. Мне заводят людей, может быть, поедут. Вы знаете, зарплату никогда деньгами не оценишься. Лично меня, понимаете, рассказывая про то, как страдают люди, там многие, в этой форме происходит, по большому счету, не только критика государства нашего, а происходит морально-психологическое унижение людей, которые, в общем, не согласны мириться с таким вот положением вещей, когда один олигарх, миллиардер, мультимиллиардер, раздает по чуть-чуть денег, ничего себе, шутите, наверное. Вот честно. Тут вы не улавливаете, что ли? Понял. Я улавливаю запрограммированную какую-то линию, которую вы пытаетесь вести, не слыша. Знаете, можно говорить, можно слушать, можно слышать. Есть вот такое семантическое отличие. То есть вникать в все истории, которые вы рассказываете, это как бы слушать. Не надо. Не надо вникать. Как это все выглядит? По сути, это не надо. Вот в ваших словах сейчас, квинтэссенция всего отношения нашего общества, не вникать. Не вникать? Само рассосет. Во что вникать? 85 лет одному другому. Это бесконечная дискуссия между вами двумя. Или между вами двумя. Не будем вникать, конечно. У меня меньше личного в данном случае. Время вообще подошло к концу в принципе. Поэтому последний вопрос, который я всем задаю. Ваш прогноз на ситуацию в Донбассе. Что там будет в ближайшее время? Как вы видите вообще разрешение этого конфликта? И когда оно возможно? Если бы это зависело от нас? Ну вы что-то как-то для себя все равно видите? Даже как люди просто, не как сотрудники. Очень хочется мира. Это вот та фраза, которая звучит от людей, которые остались там. Это та фраза. Она от всех звучит. Все хотят мира. И мы хотим мира. Мира можно достичь только путем переговоров. Только путем соблюдения тех же Минских соглашений. Вторых, третьих, десятых. То есть вы считаете, что Минские соглашения могут решить проблему? Мы считаем, что любые соглашения могут решить проблему. А прогноз, знаете, в тех же социологических исследованиях, которые проводил КМИС в последней войне, в волне своей. Люди очень надеются на мир. Они думают, что он в течение 10 лет, Донбасс будет восстановлен. А в течение года больше скепсиса на то, что он остановится, этот конфликт каким-то образом. Но знаете, шаг за шагом. Самое большое желание людей, которые живут по обе стороны, да, и наше желание, и наше с тобой желание, чтобы перестали стрелять в первую очередь, чтобы перестали гибнуть люди. Потом, чтобы были договоренности, любые. Для меня любые неприемлемы, например. Я не хочу, потому что для меня это будет продолжение конфликта, если там люди получат власть, которые выбросили меня оттуда, и я туда не смогу все равно вернуться. Для меня это не решение проблемы. Мы всегда считали, что Донбасс – это Украина, и что Донбасс – это часть Украины. Мы сейчас так считаем, но там как не считают. Мы сейчас так считаем. Поэтому я не понимаю, как вы хотите примирить. поэтому мы занимаемся тем, что занимаемся. Давайте мы поживем и увидим, и посмотрим, как будет. А в свою очередь, штаб пока работает там. Каждый должен делать свое дело. Да, да. Давайте на этом закончим, Андрей. Я думаю, что государство, все-таки Украина, должно обеспечивать своим гражданам, всем без исключения, какие-то достойные условия существования, чтобы не надо было надеяться на какую-то личность, даже такую великую, как сегодня нам это объяснило в студии. Поэтому, наверное, на этом мы заканчиваем следующую встречу, которую организовывает для нас Сергей Гармаш с нашим совместным проектом Украина ФТВ и Общественное радио Донбасса. Спасибо всем участникам. Мы были национальны. У всех есть точки зрения на происходящее. Продолжаем трансляцию на Украина ФТВ.